Второй раз в областном центре проходят городские соревнования по пожарно-прикладному спорту. В этом году чуть более 80 юношей и девушек решили испытать свои силы в выполнении одного из элементов подготовки сотрудников МЧС. Соревнования направлены на развитие физического воспитания, ну и популяризации профессии спасателя пожарного. И мы хотели бы видеть в рядах МЧС тех ребят, которые сегодня участвуют в соревнованиях. В 2017-м количество участников было вдвое больше в сравнении с годом предыдущим. И этому есть свое обоснование. В школах и гимназиях заметно активизировалась профориентационная работа, благодаря чему сотрудники МЧС в учебных заведениях стали появляться чаще, чтобы рассказать о своей непростой, но такой важной профессии, в которой есть место и ежедневной работе, и постоянным тренировкам, в том числе и по пожарно-прикладному спорту. Нормативы для взрослых, конечно, на порядок выше детских. Однако это хороший стимул для тех, кто только начинает свой путь. Как и в любом виде спорта, нужна физическая подготовка. А здесь еще добавляется и координация, и смелость, и небоязнь высоты, небоязнь преодоления препятствий. То бишь пожарно-спасательный спорт – это сплав многих таких направлений различных видов спорта. И они здесь находят свое отображение в нашем виде. Ребята довольно живо включились в соревновательный процесс. Ведь многие из них долго и упорно тренировались, работали над своей физической формой для того, чтобы сегодня показать свой самый лучший результат. Мы делали прыжки в длину, делали забеги на время. Я занимаюсь спортом с самого начала, и я думаю, это хорошее мероприятие для того, чтобы научиться с самого детства. Не уступают ловким мальчишкам и девчонке. Их категория во многом новая для пожарно-прикладного спорта. Однако за награды они сражались уверенно и смело. Бояться не стоит, если хочешь связать свою жизнь с системой МЧС. Я раньше легкой атлетикой занималась, и поэтому сейчас я много разных упражнений делала, растягивалась, разминалась, делала беговые упражнения. Хотелось бы в будущем стать сотрудником МЧС? Мне кажется, да. Это моя мечта. Как показывает практика, многие из таких спортсменов, начинавших свой путь с небольших соревнований, впоследствии не оставляют это дело, а превращают его в профессию. Профессию, в которой, проживая одну жизнь, они спасают тысячи. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.